Пробыв неделю в окрестностях Алибуфейры, мы переселились в Лакуш, небольшой город на самом западном краю региона Алгарве, с населением около 17 тысяч жителей. Тут мы жили не в отеле, а забронировали апартаменты через airbnb. Это была комната на первом этаже с выходом во двор. Вот такая общая большая кухня, а санузлы у каждого свои. Вилла вполне симпатичная. Наша комната была вот та, перед которой стоит вода на столике. Рядом поселились русскоязычные соседи, сверху тоже были постояльцы. Про особенности съема через airbnb и как мы чуть не остались спать в машине, читайте в нашем текстовом блоге по ссылке в описании. В этот день мы пошли гулять по Лагушу. Вот самый его центр, за кадром полицейский участок и прямо тут проходят местные дилеры и предлагают купить наркоту. Город, как вы поняли, такой неоднозначный. С одной стороны, вроде есть красивых мест, древний портовый город, с другой стороны, в открытую торгуются дрянью, местами заброшенные кварталы, вечером не ощущаешь себя в безопасности. В общем, мы даже сочли за плюш, что сняли жилье подальше от исторического центра. Место, которое следует обязательно посетить в этих краях, это Понто-да-Пьедаде, что в переводе означает «точка милосердия». Это творение природы удивительной красоты, представляет собой группу скальных образований, высотой до 20 метров вдоль береговой линии города Лагуш. Местоположение также содержит маяк, построенный в 1913 году. Так оно выглядит на гугл-картах. Замечательные пейзажи раскрываются с разных сторон. С обзорных площадок открываются великолепные виды, а спустившись вниз, можно взять экскурсию на лодке, посмотреть природные арки, гроты и неизвестные морские пещеры. Это место, так же, как и пещера Бенагилл, про которую мы рассказывали в прошлой серии, входит в топ природных достопримечательностей Алгарви. В этот же день вечера мы отправились к маяку на мыс Святого Винцента, почти самое западное место Европы, второе после мыса Рока у Лиссабона. А по дороге остановились у форта до Белища. Сама крепость особенного интереса не представляет. Главное здесь – виды соответственных скал и вот это ужасно опасная тропинка прямо по обрыву. К слову, она никуда особо не ведет, не стоит испытывать судьбу. А вот и сам маяк Сан-Винцент, построенный в 1846 году на руинах Францинсканского монастыря 16 века. Это один из самых мощных маяков в Европе и значимый береговой знак для моряков, возвращающихся из Африки и Америки. Практически отвесные скалы высотой 75 метров открывают прекрасный вид на закат над Атлантическим океаном. По очень неплохой платной трассе едем в столицу Португалии – Лиссабон. 300 километров и мы уже там. Заправляйте полный бак заранее, так как на трассе есть места, от которых до ближайшей заправки 40 километров. Жеронимуш – монастырь иеронимитов позднеготического монолинского стиля, то есть национальный португальский вариант Ренессанса. Очень красив, особенно внутри. Его история, как и многих исторических объектов Лиссабона, связана с Васко-да-Гамо – португальским мореплавателем эпохи Великих Географических Открытий, командующим экспедицией, которая первая в истории прошла морским путем из Европы в Индию. Рядом находится еще один символ Лиссабона – башня Торо-де-Белен. Вообще, в Лиссабоне видео снимали мы мало и прошли столько по центру. Как бы это странно не звучало, от такого известного города мы ожидали большего. К тому же произошел слегка потрепавший нервы инцидент. У нашей машины отвалился бампер. Как мы его чинили, а также почему город нам раскрылся не с самой лучшей стороны, подробнее свои впечатления мы описали в текстовом блоге с фотографиями. Если интересно, заходите туда по ссылке в описании, сразу когда смотрите это видео. Синтра – пригород на севере Лиссабона, и это место, где надо обязательно побывать, если вы оказались неподалеку. Первая наша остановка – замок Мавров, построенный в 9-10 веках во времена арабского завоевания Португалии. Расположен на одном из холмов скалистого массива горы, которое также, как и город, называется Синтра. С высоты его стен открывается потрясающий вид на город, Атлантический океан, Зеленые долины и дворцы. Сам замок и лес вокруг него входят в число объектов, охраняемых как всемирное наследие ЮНЕСКО. Следующая точка – поместье Кинто-да-Ригалейра. Прекраснейший замок в стиле неоготики и огромный парк с озерами, гротами, фонтанами и различными архитектурными капризами, которые до 1998 года находились в частных руках и были закрыты для посещения. О комплексе известно не так уж много. Баронесса Ригалейра приобрела поместье в 1840 году, а строительство и благоустройство сада завершилось к 1912 году. Замок обильно украшен башенками, горгульями и другими мифическими существами. Имея четыре этажа, его интерьер неплохо сохранен, также включен в список объектов всемирного наследия. Перед дворцом расположена часовня, украшенная лепниной, витражами и фресками. По очень крутой и узкой лестнице можно забраться на башню Торо-да-Ригалейра. С нее открывается прекрасный вид на замок Мавров, Королевский дворец Пена и Синтру. Оставляем башню позади и идем дальше по многоярусному парку в сторону Грута-до-Лабиринту, искусственной сети запутанных подземных тоннелей, грот, озер и каналов. Система имеет множество входов и выходов. Берите с собой фонарик и берегите голову. Один из выходов ведет к Лагу-де-Каскадо, озеру с водопадом, а количество воды в источнике изменяется в зависимости от времени года и погоды. Так что иногда камни скрываются под водой. Некоторые пещеры довольно длинные. Одна из них ведет к колодцу посвящения. Это 30-метровая перевернутая башня, уходящая вглубь земли и украшенная многочисленными арочными проемами. На дне колодца выложен герб Монтееру, восьмиконечная звезда, в которую вписан крест тамплиеров. На стене изображен сияющий треугольник, один из символов масонства. Считается, что здесь проводился один из обрядов посвящения в масоны. Парк Кинто-Дары-Галлеера – очень красивое, интересное и необычное место. Он превзошел все наши ожидания. День, как и все путешествие в целом, начал подходить к концу. Оказалось, что Сентра – великолепное место со множеством достопримечательностей. И когда мы туда ехали, было уже понятно, что все посетить не успеем. И пришлось выбрать только две самые интересные, на наш взгляд, точки. А вот, кстати, лизабонские многоэтажечки, совсем как наши. Проезжаем мост Васко-Дагама. До 2018 года это был самый длинный мост в Европе, протяженностью более 12 километров. Пока не построили Крымский мост, общей длиной 19 километров. В Сентре мы не успели посетить дворец Пена, дворец Монсеррат и даже находящийся рядом мыс Рока – самое западное место континентальной Европы. Но, к слову, мыс Рока очень похож на мыс Святого Винсента. А раз мы там были, да и время поджимало, отправились назад в Лагуш. А наутро вылетели домой из Фару. Вот и закончились наши прекрасные десять дней в Португалии, которые мы распланировали и организовали сами. И поверьте, это вышло намного дешевле и гораздо интереснее какого-нибудь стандартного тура через агентство. Наша главная цель была совместить отдых на пляжах Албуфейры с исследованием интересных мест. Кстати, если хотите узнать о них подробнее, заходите к нам на сайт по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на канал от точки до если вам понравились наши видео. Нам это очень важно и приятно. Вскоре выйдут ролики из других мест наших путешествий. До новых встреч, друзья!